МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Устал после насыщенной недели? Не радуют цены в буфете? Отказываются пропускать без студенческого? Вспомнил о старых хвостах и неявках? Расслабляйтесь здесь и сейчас. Тут снова с вами! Каждый месяц наш университет посещают интересные и неординарные люди, которые совершат открытия в области науки. Героем нашего следующего сюжета стал директор Института системного анализа Российской Академии наук Юрий Попков. Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами рубрика университетского телевидения «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях ученый, специалист в области информационных технологий автоматизации сложных систем, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук, директор Института системного анализа РАН Юрий Соломонович Попков. Здравствуйте, Юрий Соломонович! Здравствуйте! Побывали сейчас как раз на вашей лекции, очень понравилось. Спасибо за интересную лекцию, но хотелось бы задать еще несколько вопросов, которые интересуют как нас, так и всех наших студентов. Во многом благодаря вам в Москве удалось создать систему анализа транспортных потоков, которая позже стала частью системы «Умный город». Как вы думаете, а что может представлять собой «Умный университет»? Спасибо, во-первых, за приглашение прочитать лекцию. Что касается «Умного университета», «Университет» сам по себе – это некая концентрация ума, поэтому куда еще тут «Умного»? Ну, «Умный город» или, скажем, «Умный университет» обычно рассматривают из нескольких компонентов, это в основном связанных с интернетом, и в последнее время даже вот пропагандируется некий интернет вещей, то есть когда, ну, условно говоря, вещи, они как-то ведут себя как некие интеллектуальные агенты с наделенным им интеллектом для того, чтобы как-то совершать, ну, более или менее осмысленные какие-то действия, для того, чтобы освободить, в общем-то, человека достаточно рутинных, так сказать, вещей. Я думаю, что «Умный университет» – это компонента «Умного города». Спасибо вам большое за интересные ответы на вопросы, за интересную лекцию. Будем снова рады видеть вас в нашем университете. Всего вам доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, что вы меня пригласили. Полезный визит был. Это не все гости нашего университета. На факультете журналистики прошла встреча с известным медиарингвистом Людмилой Кайда. Заслуженный профессор, доктор филологических наук Людмила Кайда поговорила со студентами о взаимном существовании текстов и отметила, что знания в области литературы важны, чтобы в дальнейшем успешно составлять собственные работы и оценивать другие. Я думаю, что это очень ценно в наше время, когда лектор и человек, который читает какую-то лекцию о своих изданиях, он может как-то тебя побудить к своим собственным открытиям, к своим собственным научным каким-то достижениям. Людмила Григорьевна рассказала, что наука – ее самое большое увлечение. Лекция вызвала в студентах интерес к научной деятельности и заставила по-новому взглянуть на собственную профессию. В Белокспациенте прошла межрегиональная православная выставка «Ангел Святого Белогорья». В выставке приняли участие студенты, сотрудники и творческие коллективы университета. Организаторами события выступили Белгородская метрополия, правительство области и Белгородская торгово-промышленная палата. Перед открытием выставки митрополит Белгородский Староскольский Иоанн провел молебен и благословил всех присутствующих. В этом году в выставке участвовали 13 архиереев и делегаций из России, Украины, Казахстана, Польши, Белоруссии и Сербии. Гостям были вручены памятные сувениры – белые ангелочки, символы православной выставки. Помню, когда еще училась в школе, нас часто спрашивали, в какой вуз мы собираемся поступать. И многие из моих одноклассников ответили – БелГУ. Мы поинтересовались у будущих абитуриентов, какой университет в скором времени они выберут. Я собираюсь учиться в Белгородском государственном университете и буду заниматься там исследовательской деятельностью. Да, я слышал о БелГУ – это государственное университет. БелГУ – я знаю, что это один из лучших вузов Белгорода и в дальнейшем хочу туда поступить. Я считаю, что БелГУ – очень престижный университет. Современный студент – это человек, который занимается исследовательской деятельностью, активно принимает участие в жизни университета. Он должен быть красивым, опрятным, без вредных привычек и быть как обычный человек. Современный студент должен быть статным, он должен очень многое знать и к чему-то стремиться. Обязательно работать над собой. Череда посвящений набирает обороты. На этот раз первокурсников посвящали на факультете психологии. Учебная неделя на факультете психологии не у БелГУ началась с особого таинства – церемонии посвящения первокурсники. В концертном зале университета собрались будущие психологи, ведь сегодня их день. «Лучше стремиться науку познать, чтобы психологом классным стать». Самые творческие студенты факультета подготовили праздничный концерт с зажигательными номерами. Отличились и первокурсники. Для них эти выступления – важный шаг в студенческую жизнь. Александр Янюк со своей группой к подготовке номера подошли с креативом. А как иначе? Ведь факультет психологии полон яркими и талантливыми студентами. После адаптации, которую провели для нас старшекурсники, после всех веревочных курсов и всего прочего, мы с нашей группой очень сплотились. Настолько, что некоторые талантливые девочки в нашей группе, точнее одна, смогла написать специально для посвящения песню. И, конечно, нам было страшно немного, но старший курс показал нам дорогу. И вот неожиданно прекрасный момент. Каждый понял, что теперь он студент. Первокурсники рассказали о том, кто такой, по их мнению, студент факультета психологии. Студент факультета психологии – это такой человек, который через пару лет просто раскусит вас, как орешек, потому что он будет знать про вас абсолютно всё. Тот, кто готов помогать людям всегда и везде, в любую минуту, в любом состоянии. Человек, который постоянно задаёт вопросы, человек, который находит на них ответы. Ведь теперь всю жизнь психологом быть. На сегодня это все новости. Высыпайтесь и радуйтесь каждому дню. И всегда и везде смотрите тут.